МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На канале Пермя на РБК новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. Меня зовут Елена Лебедева. В начале выпуска коротко о главном. Около 50 пермяков в месяц обращаются в соответствующие инстанции, чтобы получить разрешение на перепланировку квартиры. Штрафы за обман вступили в силу поправки в закон, по которым банки будут наказывать за недостоверную информацию в рекламе кредитных продуктов. И с начала года численность безработных пермяков составила более 4 тысяч человек. Рынок квартир, арендуемых в Перми, за июнь вырос. Можно было это списать на сезонный фактор, но число предложений увеличилось более чем на четверть. По итогам июня в Перми было зафиксировано 748 предложений квартир, сдаваемых в аренду. Это на 250 больше, чем в декабре 2014 года. Самое популярное на данном рынке предложение, согласно данным Пермской мультилистинговой системы, однокомнатные квартиры. По данным агентства «Медиана», в июне наименьшее количество квартир, которые предлагалось арендовать, было зафиксировано в Оржинякидзовском районе, максимальное – на территории Свердловского. Большинство квартир сдаются с мебелью. Это около 70%. Средняя арендная ставка на квартиры в этом сегменте составляет 20 670 рублей. Предложения квартир, которые можно снять в аренду по базе Пермской мультилистинговой системы, находятся в диапазоне от 8 до 100 тысяч рублей в месяц. Такой разброс цен обусловлен местоположением объекта, наличием и качеством ремонта, расположением квартиры в новом или старом доме. Отметим, что некоторые пермики приобрели недвижимость, стараясь спасти свои сбережения в момент негативного роста валюты в конце прошлого года, и теперь готовы сдавать их в аренду. В среднем около 50 пермяков в месяц обращаются в соответствующие инстанции, чтобы получить разрешение на перепланировку квартиры. При этом многие это вынуждены сделать в силу сложившихся обстоятельств. Всего за 2014 год разрешение на переустройство квартир запросили 655 пермяков. Они обратились в Центр технической инвентаризации для изготовления проектов перестройки жилых помещений. В то время как при проведении текущей инвентаризации специалисты Центра выявляют наличие таких изменений в квартирах в 99 случаях из 100. Связано это с тем, что имеющееся законодательство слабо контролирует данный процесс. Пока можно сказать, что единственной мотивацией является для согласования перепланировок проведение сделок, в которых участвует банк. То есть банк требует, чтобы фактическое состояние квартиры было отражено в техническом паспорте и в кадастровом паспорте. И вот на этой стадии люди начинают активно заниматься этой проблемой. Отметим, что в большинстве своем перепланировку делают в старых домах, поскольку в новостройках можно заранее спроектировать необходимую конфигурацию комнат. А именно вторичный жилой фонд нуждается в первую очередь в осторожном подходе при планировке. При этом существуют специальные комиссии, которые дают разрешение, либо запрещают подобные изменения. Порядок такой. Заявитель обращается к нам. Мы выполняем изготовление этой проектной документации. После этого они самостоятельно обращаются в районную администрацию. Там созданы специальные отделы, занимаются специальные специалисты этим. И уже проходит рассмотрение этой проектной документации. Кстати, хочу сказать, что не всегда администрация района дает добро на согласование этого проекта, потому что, опять же, повторюсь, что нарушены требования безопасности. Стоимость всех процедур около 4 тысяч рублей. Правда, во временных рамках получение разрешения может быть и длительным. В то же время в ЦТИ отмечают, что в отличие от частных лиц, предприниматели, занимающиеся перепланировкой своей недвижимости, более дисциплинированы. Объясняется это другой системой контроля. Андрей Вылежнев, Владислав Рашидов, Пермь на РБК. С начала года численность безработных пермяков составила более 4 тысяч человек. Самыми востребованными на рынке труда остаются квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий строительства и транспорта. Помимо квалифицированных рабочих, работодатели нуждаются в операторах, кондукторах, спортсменах, инструкторах и массажистах. Кроме этого, по данным Центра занятости, в течение июня на рынке труда при Каме продолжалось снижение спроса на рабочую силу. Всего в минувшем месяце Центры предлагали более 13 тысяч вакансий. Более 3 тысяч из них поступили в течение последнего месяца. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июня в краевой столице стали директор творческого объединения, главный тренер и начальник службы, специализированный в прочих отраслях. Средний размер заработной платы в июне текущего года по зарегистрированным Центрам занятости вакансиям составил 18 тысяч 880 рублей. Вступили в силу поправки к федеральному закону от 29 июня этого года, согласно которым банки будут штрафовать за обман в рекламе кредитов. Кредитные организации, которые рекламируют услуги по выдаче займов, но не указывают все условия, влияющие на полную стоимость кредита, заплатят штраф до 800 тысяч рублей. Поправки, которые вводят такую административную ответственность, вступают в силу 11 июля. Компания, выдающая кредит, обязана рассчитать клиенту полную стоимость займа еще до заключения договора. В полную стоимость входят не только процентные отчисления, но и другие различные суммы. Например, комиссия за осуществление платежей. Если в рекламе кредитной организации не будет указано хотя бы одно из условий, которое потом появилось в расчете полной стоимости, клиенты имеют право требовать, чтобы организацию оштрафовали. Должностных лиц смогут наказать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а юридических – от 300 тысяч до 800 тысяч рублей. При этом ФАС России подчеркивает, что привлечение кредитных организаций к административной ответственности возможно только в случае выявления нарушения в рекламе, после вступления в силу соответствующего закона, то есть после 11 июля 2015 года. В период финансовой нестабильности очень важно правильно разместить оставшиеся деньги. А здесь практически любое решение рискованно. Но можно постараться отыскать то, где риск потери сбережения наименьший. Причем, как утверждают эксперты, минимизация рисков вовсе не означает консервативную доходность. По правилам финансовой грамотности норма так называемых energy savings накоплений, скорая помощь или на черный день 6 месячных доходов на одного человека. И это потому, что в нашей стране, замечает директор инвестиционной компании Даниил Фадеев, кризисы случаются. Сколько составляет у кого конкретно подушка безопасности – очень сложный вопрос, поскольку у людей действительно там и разный доход, и разное отношение к жизни, к потребностям, к тратам, к накоплениям. Ну, в среднем, наверное, иметь в загажнике хотя бы 1100 рублей, которые грамотно диверсифицированы по разным валютам, разным инструментам – это тот, на мой взгляд, необходимый минимум, на который имеет смысл выходить, ну, стараться. Инвестиционные компании даже в кризис обещают высокие проценты доходности. Любой брокер вам скажет, правильнее вкладывать лишние деньги, если они, конечно, есть, в несколько инструментов, диверсифицировать портфель, хранить деньги в разных валютах, покупать акции компаний или держать средства на банковских депозитах. Главное – довериться грамотному специалисту. Серьезную игру на фондовом рынке может позволить себе только профессионал. И риски есть. Еще один инструмент вложений измеряется квадратными метрами. Долгое время у нас считалось – есть деньги, покупай недвижимость. Именно когда финансовые рынки штормят, риск остановки того или иного строительного объекта особенно велик. И здесь уже не до того, чтобы приумножить накопление. Сохранить бы. Сохранность, к слову, наряду с доступностью этих средств и является основными критериями личной финансовой подушки безопасности, говорит Вячеслав Белов. Здесь, на мой взгляд, всегда гораздо лучше говорить о стабильности, о доступности этих средств, если они вдруг нам почему-то понадобились. Поэтому я рассужил так, если бы у меня были 100 тысяч рублей, наверное, я бы положил их сегодня в российский банк. Во-первых, я понимаю, что при страховании вклада я полностью получу его назад. Во-вторых, я бы посмотрел такое кредитное учреждение, где более высокая доходность, и понимал, что в любом случае я получу доходность, может быть, на уровне инфляции и не выше, но, тем не менее, эти деньги для использования всегда очень близко находятся. Еще ближе деньги, конечно, в банке. Буквально. Ну или под матрацем, или под подушкой. Кто на что гораст. Не доверять банкам и другим финансовым институтам тоже наша привычка. Но тут важно понимать, что помимо инфляции, которая буквально съедает трудовые накопления, отложенные средства придется охранять и от самого себя, что подчас оказывается сложнее всего. Россияне по-прежнему не слишком довольны распределением доходов в обществе. Это еще раз подтвердил очередной опрос на данную тему, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Аналитики подытожили, что за прошедший четверть века россияне избавились от уравниловки во оплате труда и существенно меньше стали беспокоиться о коррупции. Однако неоправданно низкие доходы массовых групп населения, к которой причисляются пенсионеры, молодые родители и другие, не стали выше, а неоправданно высокие доходы узких групп не сократились, а только выросли. Распределение доходов в нашем обществе как и четверть назад, так и сегодня большинство соотечественников считают несправедливым. 77% опрошенных. С тем, что благо между людьми в целом поделено верно, сегодня согласны 19% респондентов. По их оценкам, нуждающихся в стране стало больше. При этом феномен бедности опрошенные объясняют по-разному, как недостаточной помощью государства нуждающимся семьям, так и невозможностью детей из бедных семей получить хорошее образование и изменить свой материальный статус. А с другой стороны, обыкновенной человеческой ленью, нежеланием некоторых предпринимать что-либо для изменения своего положения. Для справки, как показал опрос, бедной нашей сограждане считает семью, чьи доходы на одного человека составляют в месяц в среднем не более 11 тысяч рублей. Не нужен нам берег турецкий. Согласно опросу, проведенному Всероссийским Центром Исследования Общественного Мнения, только 13% россиян хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства. Опрос проводился с 4 по 5 июля среди 1600 человек в 46 регионах страны. 85% россиян заявили о том, что не намерены покидать родину. 2% опрашенных затруднились ответить. Как отметили социологи, количество желающих уехать за границу по сравнению с 2011 и 2013 годами не изменилось. Только в 2012 и 2014 годах данной категории граждан было по 11%. Большая часть из тех, кто высказался за переезд за границу, пояснили свою позицию тем, что хотели бы повысить свой уровень жизни, зарплату, пенсию или пособие. Еще 9% подыскивают страну с более благоприятным климатом. 7% в социальную стабильность. Что касается молодых людей, то чаще они едут за границу для обучения. Но и после учебы многие из них находят работу и остаются на постоянное место жительства. Есть страны открытой миграционной политики, где реальнее получить работу после окончания учебы. И можно подать на ПМЖ в следующем. Это Канада, Астралия, но после учебы в Германии это уже возможно. И это была вся информация на сегодня. С вами была Елена Лебедева. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго. И до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова